Всем привет дорогие друзья, с вами Тима, ну а перед началом самой темы ролика я бы хотел запустить небольшой конкурс на вот этот аккаунт. Достаточно приличный аккаунт, тут имеются две легендарки, это Спарка и Ледяной Колдун. Прокачка карт примерно вот такая, я сейчас вам покажу прокачку карт. Но условия конкурса, как всегда, очень просты, это подписаться на мой ютуб канал, репостнуть это видео в ВК и конечно же добавить в друзья спонсора этого аккаунта. Ну и в конце концов, скиньте ссылку в комментарии под этим видео на ваше ВК. Ну и давайте приступим к самой теме ролика, как вы уже знаете, сейчас идет испытание с выбором карт. Так вот, мы сейчас зайдем на это испытание и вообще не будем выбирать карты. Что нам выберет рандом? Итак, есть у нас 27 секунд и мы карты вообще не выбираем. Посмотрим, что за колода у нас получится, но я надеюсь что-то годное. Если же колода не будет годной, то естественно я и проиграю. Хотя это рандом, может быть и будет что-то интересное. Так, остается 3 секунды нам подождать. И мы сейчас будем наблюдать, что нам выпало. Гиг-скелет плюс шарик. Гоблины. Да, без понятия. Так, принцесска есть, поизон есть. Ну, в принципе, достаточно интересные карты. Давайте выпустим принцесску. Ага, даже так. Давайте вытравим, как-то я без понятия даже. Гоблинами поможем и будем вот так постепенно их травить. Да, все, вытравили идеально. Заходим сразу же с гиг-скелетом. Жаль, что здесь... Он что, сейчас молнию потратил? Серьезно? Парень, ау. Он потратил только что молнию. Давайте скинем орду мух. Я надеюсь, у него нету ни поизона, ни запом. Давайте скинем также принцессу с этой стороны. И что-то противник какой-то. Да, я понимаю, что это классическое испытание. Но я карт не выбирал как бы. А что если я сделаю поизон? Просто скину на башню свою. Скелетики просто почти не добегают. Оригинальное решение было у меня сейчас, конечно. Так, у меня еще есть хижина варваров. А у меня, кстати, достаточно дорогая колода. Заметьте. Катафалку выпустим. Или что? Или пускай лучше он доходит как-то вот... Нет, давайте лучше хижину я вот так выставлю. Так, ясно. Урон проходит. Я немножко протупил. Но да ладно. У нас остается там по мелочи забрать как бы и визи. Что бы мы сейчас сделаем? Давайте скинем с парки. Если он сейчас ничего делать не будет. Хотя вот эта хижинка неплохо так и контрит. Скидываем армию, ой, орду миньончиков и добавляем шарик. Все, минус вышка. Так, ну шарик доходит. Делает одну тычку, да? Или не делает? Скидываем принцессу. Кидаем поизон. Изи победа с рандомными картами. Давайте, что-то короткий какой-то видосик получается. Сыграем еще одну картку. Если я не проиграю, то это уже не видос. В каждом видео я проигрываю. И сейчас я должен тоже проиграть. Это как законное теперь. Эх, я бы электровизор до себе забрал. Жалко будет, если сейчас он ко мне не попадет. И обидно. Ну, стражи, в принципе, тоже неплохи. Они работают как темный принц практически. Тоже с щитами. 9 секунд ждем. Ожидаем. И опять-таки любуемся нашей колодой. В том бою была достаточно дорогая колода, кстати. А все-таки электровизор мне идет. И смотрите, первая карта только ко мне идет. Я думал, они как-то первая-вторая будут. Я не заметил в первый раз. Оказывается, ко мне идет только первая карта. Ну, валька, фриз, кладбище. Фриз плюс кладбище, кстати. Не знаю, не знаю. Заманчиво. О, я что-то эликсир коплю. А что мы сейчас сделаем? Давайте поизон, да, поизон кинем. И, кстати, принц идеально подходит к этому. Потому что у него есть щит. Не забываем про это. Давайте скидываем принца. Тут добавляем мегамуху. Пускай лучше она завалит все это дело. Тут мы гоблинами обделаемся. Обделаемся. Ну, здесь она не долетит. Я лучше визардок. Или что, стрельнет она? Блин, я уж что-то перепугался как-то сейчас в парке. Как стрельнет. Ну, дровосека, валька, контрит отлично. Так, опять-таки, у него спарка. И мы будем сейчас сделать что-то опасное электровизардом. Скидываем электровизарда. Я не успеваю еще это сделать. Спарки беспомощно. Отлично. Спарки беспомощно. Скидываем кладбище. Жалко, что фриз недоступен. Очень обидно. Но, надеюсь, сейчас будет что-то годное. По урону именно. Так, стражики. Стрелы. Мегамуха, да, сейчас пойдет, кажется мне, на деф. А поизон он вытравить успеет или нет? Давайте попробуем, если что, сманим. Да, сманиваем немножко. Все отлично травим. Идеально поизон, кстати, очень сильно нагибает теперь. Возможно, я его как-то неправильно использую. Но, что ж поделаешь. Как умею. Так. Есть валька, есть громовержец. Давайте скинем вальку, потом скинем громоверца. Главное успеть скинуть громоверца. Или вообще заморозить. Вот так. И громоверца. И поизон еще. Я что-то чувствую, мы сейчас не отдефим. Спарки стреляет. Так, ну поизон травит. Докидываем кладбище. Противник вышел с игры изначально. Я что-то не понял. Так, давай. У него интернет плохой, что ли. Так, он зашел опять-таки в игру. Давайте скинем вальку. Потом мегамуху. Он опять-таки скидывает спарки. Все это опять-таки используем ядом. У него с интернетом проблемы? Или он что творит вообще? Я не понимаю его. А, он зашел. Тек. Делаем как-то так. Короче, просто так сбрасываю всю дичь свою. Шесть, пять. Я даже побеждаю в таких испытаниях. Отлично. Возможно, просто идеальные колоды ко мне попадаются. Даже не знаю. Две победы. Отлично. Ну что ж, друзья. Достаточно годная идея. Повторюсь еще раз. Конкурс на этот аккаунт будет проходить четыре дня. Я, кстати, не говорил. Когда будут итоги. Если ты досмотрел это видео до конца, то итоги будут через четыре дня. Это примерно во вторник, да? Да, во вторник итоги конкурса на этот аккаунт. Все честно. Вот жаль, что здесь нельзя изменить ник. И все. А так, аккаунт достаточно годный. Ну что ж, друзья. На сегодня ролик подходит к концу. Всем удачи. Тащите катки. Тащите испытания. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok